Сегодня ночью в Якутске в результате пожара в частной гостинице погибли два человека. Известно, что в здании проживали пассажиры задержанных рейсов авиакомпании и полярной авиалинии. Десять дней они не могли вылететь в Сакрыр. Подробности происшествия в репортаже Туяры Филипповой. Хозяева частной гостиницы, где ночью разыгралась трагедия, дверь нам не открыли. Не открыли они и главе промышленного округа, на чьей территории находится гостиница. Девушка! Не, не, минуточку. Да бог с вами, не открывайте. Вы бы сами подъехали, что у вас проблема-то? А кроме вас-то есть еще с кем говорить? Мужчина, пожалуйста, идите, не садите мне печень, не пропустите. Между тем, отчаявшиеся люди ежедневно приезжают в аэропорт и ждут информации о вылете рейса. У Марины Старостиной в пожаре погиб брат. Сравацкий Андрей Константинович, это брат мой, первый спортсмен района. Постоянно занимался национальными видами прыжков с детства, со школы. Не пьет, не курит. Второго парня тоже родственник, зовут Суцов Семен Семенович. Да, тоже вообще не пьющий. Парни молодые совсем, оба семейные, имеют по два ребенка. Что же на самом деле стало причиной пожара, сейчас выясняют следователи и пожарные службы. Но по утверждению пассажиров, в гостинице пожарной сигнализации они не видели. В пожарной лестнице нету сигнализации пожарной. Во всех зданиях, во всех номерах отсутствует пожарная сигнализация. Представители авиакомпании-переводчика, разместившие пассажиров в задержанных рейсах, именно в этой гостинице официальных комментариев не дают. Вот что они отвечают самим пассажирам. Мы гостиницы не смотрим вообще, потому что в федеральных авиационных правилах написано. Мы вообще вам как бы должны предоставлять, нету там 5 звезд, 3 звезды, понимаете. Мы минимальные условия, вы меня послушайте, я договорю, минимальные условия должны предоставить. Мы вам предоставили. То, что там произошло, деревянные покрытия есть в любой, и каменные гостиницы, такое могло произойти везде. То, что она не соответствует, вы можете написать сейчас письмо, что эта гостиница не соответствовала. Вот так, да, все. Вот это вот так. Теперь по факту. Вот меня, я авиакомпания, я вас просто перевожу. Больше я ничего не делаю, понимаете. В 17 часов рейсу 215 все же разрешили вылет. Сегодня Якут, Сокрыль, 215-й рейс, наконец-то сел в самолет. Десятый день ожидания. Следом уже в 18 часов вылетел второй рейс с телами погибших на пожаре. Туяра Филиппова, Михаил Неустроев, НВК Саха, Якутск.